Падение из окон, с велосипедов и лестниц, активное движение на дорогах. Несчастные случаи с детьми весной и летом происходят намного чаще. Статистика детского травматизма увеличивается в два раза. Буквально за последние сутки в республиканскую детскую больницу с тяжелыми травмами поступили шестеро детей. Находилась на переднем пассажирском сидении, в детском удерживающем устройстве, пристегнутая. Если бы не была пристегнутая, то травма была бы намного сильнее. А так она легко отделалась. Легко отделалась. Это попало в реанимацию, и врачи оперативно оказали экстренную помощь. В тяжелых случаях самые важные первые два часа после несчастного случая. Она была доставлена нам в очень тяжелом состоянии. У девочки сочетанная травма. У нее травма головы, травма грудной клетки, ушибы, ссадины, мягкие ткани различных областей. И благодаря тому, что была своевременно оказана помощь, мы ей спасли жизнь. Впереди у шестилетней девочки еще недели реабилитации в стационаре травматологического отделения. Там уже пять дней вместе с папой лежит и шестилетний Всеволод. Он тоже попал в аварию. Сел за руль чужого велосипеда, не справился с управлением и съехал в кювет. Сломал руку. Пришлось нам обратиться в срочном порядке в больницу. Вот, приехали в понедельник, с того момента здесь лежим, лечимся. Будем следить, конечно, в четыре глаза, чтобы такого больше не было. Большинство несчастных случаев с детьми происходят как раз от недосмотра, уверяют медики. Трое юных пациентов, поступивших в травматологию за последние сутки, могли бы избежать травм, следи за ними родители. Падение с велосипедов, падение с горок на детских площадках, падение с лестниц, падение с сеновалов. И многие дети сейчас в режиме самоизоляции, многие дети городских отправили в районы. И вот у нас из шестерых детей, трое детей, которые жители города Чебоксар, но бабушку, дедушку, тети, дяди были и получили травмы. Практически половина всех обращений в детскую травматологию – это падение с различных высот. Особенно опасны открытые окна с москитными сетками. После падения из окон высоких зданий часто бывает так, что дети остаются с инвалидностью. Поэтому у меня большая просьба к взрослым, к родителям, к опекунам, чтобы больше внимания уделяли детям, чтобы не было таких ситуаций.